Привет, друзья! Мы продолжаем прохождение замечательной игрушки под названием Отважные сердца. Ну что ж, у нас дикая зворуха, как-то мы и пройти, честно говоря, я пока не представляю. Ну понятно, просто вперед бежать надо было, не ломиться назад, а вперед. Ладно, давайте начнем с самого начала, все опять с этого места. Да, довольно трудное получается тут путешествие. Я бы, конечно, не прочь был бы быть в танке, если бы не знал о том, что будет дальше с ним, а дальше этот танк, напомним, из прошлой серии перевернется. Поэтому лучше уж на своих двоих живее останемся. Не так ли? Так, ну хорошо, главное запомнить просто на память уже работаем. Когда столько фейлов встречается, дальше уже просто память работает. Сначала здесь, тут не торопимся, ждем, пока он начнет перезаряжаться. Тут мы выбегом. Отлично. Здесь, конечно. Слава богу, наши. Так. Ну пока проходит нормально, пока нас в гонятке проводят вперед. Ах ты, блин, это же враг был. Что ж ты? Тормози, что ты ж теперь на Закарла играешь. Хорошо, хотя бы чекпоинт был тут. На, получай. Отлично. Нет, тут у меня есть секретиков. Вроде бы нету. Ладно, возвращаемся и двигаемся дальше вперед. Ни шагу назад. Что, ребята, перекур. Ландшафтная модель. Рельефная модель холмов, изготовленная для наглядности целей и задания. Давай, ребята, я вам помогу. Установить знания победы. После множества неудач ценой огромных жертв канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. 9 апреля 1917 года. Ферма Эмиля. Сен-Мииль. Сельское хозяйство в годы войны. В годы войны почти все годные к службе мужчины были отправлены на фронт, и в сфере сельского хозяйства появился дефицит рабочих рук. Чтобы снабдить продовольствиями солдат и мирное население от женщин, подростков и стариков, занявшихся работой на земле, потребовалось невероятное усилие. Ситуация усложнилась тем, что для военных нужд было реквизировано огромное количество лошадей и много крупного рогатого скота. Не хватало удобрения и техники. Несмотря на привлечение к работе пленных и беженцев, во многих странах сельское хозяйственное производство в годы войны снизилось. Да еще бы. Без лошади землю не спахаешь, ничего не сделаешь. Так, вот у нас все в дыму, но нам это не помешает, потому что у нас есть противогаз. Подожди-ка. А, понял. Преграда стоит. Так, хорошо, давайте пока к Пуни запройдемся. Что такое, родное мое? Так, туда мы еще успеем сходить. Сначала поднимемся вот сюда. Жди меня, Мари, я близко. Надеюсь, что с тобой и Виктором все хорошо. Честно говоря, понятия не имею, что же я делаю такое. Так, вот. Хотя, кажется, уже начинаю догадываться. Сейчас собака. Сейчас собака мне поможет. Или же нет. Да, ведь тут мне дальше не пройти. Нужно, чтобы собака пустила, а потом меня подняла. Давай, моя хорошая. О, блин, придавит же твою дивизию. Ну, блин, нифига не видно в этом дыму. Опять с самого начала, да? Дневники открыты новые, кстати, у нас. От Фрези. Хорошо, что тебя не затронуло это безумие. Кажется, весь мир сошел с ума. Даже мой младший брат хочет попасть в армию. Нужно будет обязательно его вразумить. Он и понятия не имеет о здешних нестерпимых муках и адском огне. Сегодня мы с товарищами бойцами из Канада держали славную победу. Но какой ценой? Их правда. Цена была, конечно, чудовищной. Так, ну что же. Продолжаем все с самого начала. Поднимаемся вверх. Да, да, да. Теперь я понимаю, почему тут тявкало. Опускаем теперь ведерочкой. А, стоп, стоп, тебя же надо поднять еще. Ты же с ума не поднимешься. Вот так, моя хорошая. Ну да, теперь ты поможешь мне. Так, посмотрим, что же нам это дает. Мы можем попасть сюда, а отсюда уже спуститься вниз обратно. Таким образом, окатавшись на другой стороне. Так. Хорошо. Теперь спускаем собаку. Какая она прикольная в том противогазе. Такая милая. Так, давай ко мне. Пойдем, малыш. Пора возвращаться домой. Так, слушай, подожди-ка. А тут мы не пройдем. Что-то не так. Видимо, теперь надо... Вероятно, чтобы собака, которая попала теперь. Так, попробуем тогда. Надо собаку в другую сторону доставить. Никак не может. Как же быть-то, интересно. Что-то не то. Что-то мы выпускаем. Какую-то деталь мы опустили. В этом дыму. Где ни черта не видно. Абсолютно. Вот оно что. Так. Как же собаку-то сюда поднять. Продуктовая карточка. В оккупированных районах, где продуктов питания, особенно хлеба, не хватало, вводилось строго намеренное распределение продовольствия. Это позволяло властям контролировать распределение имеющихся запасов и удерживать цены от повышения. Что-то мы явно упускаем. Сюда-то ты пришла, конечно, но сюда подняться не можешь. Блин. Так. Хорошо, будем думать дальше. Так. Так. Может быть, ты сам сможешь забраться. На эту фигню. Нет, тоже никак. Как же быть тогда? Может, что-то на улице осталось позади. Хотя сильно вряд ли. Не похоже на то, что мы там могли что-то забыть. Ну да. Тут ничего нету. Блин. Что же делать? Неохота подсказкой пользоваться. Охота самому подумать над решением. Но пока я просто его в такую не вижу. Да, мы это опустили. Да, мы можем тут пройти. Ну, как сюда перенести собаку? А, стой. А, стой. А, стой. Кажется, я понял. Элементарно. Элементарно, друзья. Так. Давай, родная. Давай, ко мне. Вот так. Вот, молодец. Отлично. Молодец. Так. Ну, теперь главное не помахнуться. Вот, черт. Так. Да, вот тут пока не совсем понятно. Стоп, стоп, стоп. Обратно. Обратно. Что поменялось? По-моему, ничего. Блин. Я пока не понимаю, что дальше делать. То есть, вроде бы, все очевидно. В окно кинуть эту хреновину. Но она туда скакивает, и все. Вот оно что. Хорошо. Давай, родная, иди обратно. Просто первопытки не удалось кинуть. А я тут, блин, еще и бегу решение, усложняя себе жизнь. Все гораздо проще оказалось, чем я думал. Надо было просто грамотно попасть. Ну, ладно. Главное, что решение найдено сейчас. Это уже хорошо. Что там? Офигеть. Так, 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 так. Подожди, сейчас. Сейчас помогу. Блин, ни черта же не видно вообще. Так, снова какие-то крюки, рубильники. Что поменялось? По-моему, крюк просто уехал, что-то зацепил. Вполне возможно, надо проверить. Очень даже может быть, но пока непонятно. Давай, скоро посмотрим снизу. Так, вот крюк. Что мы можем зацепить? Фиг его знает. Не понятно, что. Подожди, песик. Подожди, мой хороший. Отлично. Тут, кажется, все. Окей. Так. Запрыгнула. А, нет, это же кнопка. Вот эта. Ты что? Блин. Черт. Обратно. Так, теперь вверх. Теперь иди ко мне. Просто падает. Я не знаю. А, вот, рассеялся немножко дым. Так, ну давай, ведро. Хватай. Так бы, блин, сразу бы, а. Хорошо, поехали. Что нам это дает? Отлично. Я понял, что нам это дает. Надо, наверное, рубильник опустить. Да уж, блин. Пока эти головонки разгадаешь. Надеюсь, сработало. Надеюсь, сработало. Да, по-моему, нет. Блин. Что происходит? Какие-то звуки там раздаются, но нифига же не видно, нифига непонятно. Я же сам никого не золотаясь. Явно не то, что нужно. Что-то здесь явно не так. Все, ты упору докрутили. Давайте на улице посмотрим, может, там что-то сможем найти. А у нас с вами, в принципе, есть камушек же, кстати. Мы же его подобрали. Может быть, камушек мне поможет что-то сделать. Но только что он мне поможет сделать. Что-то надумайся. Бесполезно. Черт. Ах, ты ж блин. Пробую кинуть в другую сторону сейчас. Но вряд ли что-то изменится, чувствую я. А, слушайте, я, кажется, понял. Друзья, кажется, меня доперло. Собака здесь совершенно ни при чем. Так, стоп. Да, у меня гениальная идея. Давай немножко и обратно. Давай же ты крути это чертово колесо. Ну? Что-то почему-то не крутится. Странно. Ладно, не важно. Нет, подожди, надо пустить же его как-то теперь. Нафиг этот кирпич. Так, колесо. Ну? А вот он, следа с той стороны. Кажется, все-таки получилось. Неужели надо было на самом деле кинуть? Похоже на то. Так, и что ты можешь сделать здесь? Это уже непонятно где. Нет, все-таки что-то не так здесь с этой игрой. Почему же эта хрень-то не работает? Больше не крутится колесо. Вот этого я не понимаю, явно. Ну вот, ладно. Плевать на колеса. Так, смотри. Теперь собаку мы отсюда вытаскиваем, получается. Давай ко мне. И туда вместо собаки мы нагружаем кирпичей. И просто так же они тут лежат. Логично. Давайте попробуем. Поближе поставим только немножко. Не знаю, получится, нет? Ну, будем надеяться. Нифига непонятно, получилось или не получилось. Давайте, знаете что, давайте ведро отнесем на улицу. И там нагрузим. Если, конечно, это возможно. А вообще, если я правильно делаю. Что, может, и нет. Фиг его знает. Пробуем, если не получится ничего, трампу-просказкой будем пользоваться уже. Так, слишком много времени потратили. Нет, кажется, не получается. Кажется, это не работает. Не-а. Стоп. Кирпичик возьмем все равно, всякий случай. Возвращаем тогда ведро на исходную позицию, загружаем тогда собаку, и дальше думаем, что делать. Давайте подсказковой воспользуемся. Так, ну, да, понятно. То есть, мы притаскиваем ведро, ставим его туда. Димаем его вверх. Нет, стоп, я сказал, вверх. Есть такое дело. Это колесо у нас больше почему-то не крутится. Непонятно почему абсолютно. При этом. Реально странно, конечно, все это. Очень странно. Так. Не понял. Мы подняли собаку туда. Прошли, и там, типа, какая-то нора есть? Да неужели? Почему же раньше ты туннари тогда не видел? Не, друзья, что-то все-таки не понимаю. Давайте тогда я основной записи, когда пойму утро и продолжим. Продолжаем, друзья. Решение оказалось очевидным. Собственно, выходим обратно. Кирпичи не просто так даются, ведь правильно? И с этой стороны мы окно разбили, а с другой стороны нет. Давайте пробуем разбить, а там уже, собственно, увидим, что изменится. Что нам это даст вообще, в принципе. Так. Да, конечно, пришлось попариться, долго повтыкать. Вот оно. Отлично. А теперь здесь гораздо больше видно всего. Масляная лампа. Электричество еще не получилось широкого распространения. И в ходу были свечи, и масляная лампа. Фитиль располагался с защитным стеклом, которое поднималось лишь для его поджигания. А длина фитила влияла на интенсивность освещения. Так, давай, родная, куда-то попало, интересно. Где ты теперь у меня? Находишься. То есть я тебя отвил, хорошо. И? И собака просто ушла. Что делать теперь-то, интересно? Я не понимаю. Какого черта? Вот, блин. Так. Ну, хорошо, здорово. А, стоп, подожди. Вот я сюда, если попаду, то тут у нас... Да, вот собака здесь. Логично же. Стоп, стоп, стоп. Давай, тяни. Отлично. Теперь могу пройти сюда. Кофейные бобы. Кофе подавался только в виде необжаренных бобов. Обычно его завалило для посетителей сам бокалейщик. Широкое распространение. Получили кофемолки фирмы Peugeot. Peugeot? Надо же. Так, замечательно. Первым подняли этот мостик. Теперь что получается? Возвращаем собаку обратно, наверное. Нет, ей не пройти. Тут никаких окон нету? Походу нету. А, я понял, 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 понял. Подними обратно. Проходим мы, а теперь собака пускает опять. Вот так. Держись, Мария. Я хоть тупой, как бревно сегодня, но я к тебе дойду. Так, 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 так. Скорее. Где же ты? Отлично. Все, внутри. Так. Что теперь? Что теперь? Что теперь? Да, как же. Пойдет он ко мне действительно, блин. Ага, отлично, понял. Это-то мне и нужно было. Давай, давай, ломай. Отлично. Мария! Мария! Мой! Респира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. 16 апреля 1917 года. Эмиль был еще слаб, но генералу нужен был каждый солдат для крупного наступления. Это была очередная битва, решавшая исход войны. Что это такое? Троих надо убить, типа, что ли? Иди сюда, привезти к себе. Да не Арито, блин, боже мой, я понял. 16 апреля 1917 года. Дамская дорога. Так, двое есть. Третий. Ревет и грохочет мортира вдали. Ревет и грохочет мортира вдали. Снаряд оглушительно рвется. И братья костями на землю легли. И стон над полями несется. Но молча живые предсмертью стоят. И знамя их поднято гордо. Не дрогнет наш русский великий солдат. И на тискурага встретит твердо. Да, офигеть, конечно, вот эта игра, блин, просто практически до слез трогает. Фух, жесть. Ну ладно, пошли вперед. Мне хотя бы форму дали, что ли, я тут, блин, хожу в трусах и майке. Как какой-то бомж, блин. Я и так-то слабый, кашляю. Посмотри, сколько раненых несут или убитых. Могилы повсюду глисты. Ну, вперед. Ну, блин. Ну да. Отлично, побежал. Так, скорее. Шикарно. Так, окей, здесь прошли. Письмо русского солдата. Любезные супруги, Матрёне Васильевне. Во первых строках моего письма уведомляю вас, что я в настоящее время нахожусь, слава Богу, жив и здоров того и вам желаю от сегодняшнего Творца. Еще, Матрёша, я вам кланяюсь всем по низкому поклону. Пожалуйста, насушите сухари и пришлите фунтов 10. Ради Бога, я вас прошу, пришлите. Я поил последний раз нашего хлеба. Мы находимся на позиции, через нас летают снаряды, бой идет. Твой супруг Николай Алексеевич. Так, ребята, а что у вас такое там находилось? Подожди, тут никак не попасть сюда. Нет? Ух ты, отверстия. Ладно, хорошо. Да, поехали. Мог бы, я ведь поторопился бы, что ли. А, вот про это я и говорил. Нет, пожалуй, ты сам. Ладно, я постою, подожду немножко. Бедняга. Ну, конечно же, кто же пойдет дальше-то? О, как везать? Конечно, Эмиль. Естественно. А, промахи. А, придурок. Щипцы сломались у него, походу, весы. Когда его расстреляли. Великую отопаду, вниз они. В любом случае, там их уже нет. Что? Какого? Я ничего не понимаю, что происходит в этой игре. Так, хорошо, ладно, умирает, я понял. А, тащить его надо, блин. Боже мой. Оттащил. Да, что-то сегодня торможу по-жёсткому, друзья. Извините, пожалуйста, просто реально. Сказывается перетомление, блин. И... Стана-три часа. Так, 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 сейчас оттащим, не переживай. Давайте подождем, пока примет на очереди стихну сейчас в очередной раз. Держись, братуха. Все будет хорошо. Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, прошли. Вперёд. О, блин. Так, хорошо. Ещё один рубеж мы взяли. Ах ты. Чёрт. Ну, я понял, где можно стоять. Зависим укрытием. Жестоко, конечно. Очень, наверное, жестоко. Жетоны русского солдата. Бойцы российских батальонов получали шестиугольные жетоны. Русские солдаты, побывавшие на Западном фронте, носили с собой деревянные контейнеры для личных документов. Но чаще всего хранили в них спички. Да, но если бы не этот жетон, я бы прошёл бы, на самом деле, спокойно с первого раза. Просто, видите. Интересно же поднять почитательную нашу историю. Так, всё, просто бежим, первое правило, вломимся. Что из сил. Пока забор нас прикрывает. Отлично. Ох, блин. Быстрее, быстрее, Эмиль. Фу, успел. Долбаные немцы. Быстрее. Фу. Так, где ещё надо, ещё аккуратно рысь. Ох, блин, это не так-то просто. Тихо. Спокойно. Вверх. Отлично. Держись, старина, держись. Успел. Ох, блин. Офигеть. Только что вытащил из-под горы трупов, и всё, он дальше побежал, как ещё не бывало. Ай, блин. Зачем я ломанулся сейчас? О, мы ожидаем. А, я понял. Слишком мало времени, надо за трупами прятаться. Так что ли, получается, да? Офигеть. Просто офигеть, друзья. Ну, естественно, я завтыкал, не успел. Хорошо. Добль три. Так, вот теперь готовься. И побежали. Отлично. Последние секунды успел. Наступление по Дамской дороге. Генерал Нивиль, окрылённый успехами при Вердене, запланировал на весну 17-го года крупномасштабное общее наступление в район реки Энна и Дамской дороги. Германские войска, которые удерживали господствующие позиции на данном направлении уже около двух лет, имели в своём испоряжении тяжелое укрепление и хитроумную сеть подземных сооружений. Наступление, начавшее 16 апреля, вскоре захлебнулось. Всего за несколько дней боевых действий число убитых составило 200 тысяч. В отдельных подразделениях союзных войск выхнули мятежи. Провал этой операции прекрасно иллюстрировал жестокость позиционной войны. Шпионаж. Военные министерства всех стран, участвовавших в Первой мировой, отлично понимали роль информации и дезинформации в войне, и поэтому с самого начала конфликта уделяли большое внимание вопросам секретности разведательной работе. Для снижения за манёврами вражеских войск широко применялись воздушные шары, дирижабли и самолёты. В тылу была объявлена настоящая охота на шпионов. Многие государства старались найти способ влияния на позиционные партии тех стран, с которыми вели войну. Например, Германия оказывала поддержку ирландским активистам и русским революционерам. Вот так-то. Ох ты, твою мать! Нет, Эмиль, ну как же так-то, а? Ладно. Вперёд! Солдатское кольцо. Самодельное алюминиевое кольцо. Солдаты часто мастерили кольца из старого металла и посылали на родину своим возлюбленным. Так, да-да-да, я понял. Я отойду. А ты-то что будешь делать? Понятно. Иди, блин, сам и сделай это, ублюдок. Надоели, честно говоря. Вот крики из пистолетов, мы сделали всех за нашими спинами. Давай, давай, вперёд! Придущий наш командир был гораздо в этом плане храбрее. Он, наоборот, вёл всех вперёд. Так, не ожидаем. Ой, жесть, конечно. Поверю дивизию. О, твою мать. Надо было вниз, надо копать. Угу, докопался, блин. Ладно, просто не так просто пролить насами, как кажется, со стороны, вам может показаться. Это, на самом деле, реально трудно. Тихо. И что теперь? Блин, тут ещё и на время, короче, и снарядов повыряться всё больше и больше. Пошли, 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 пошли. Ниже. Теперь выше, наоборот. Давай, давай, Эмиль. Твою мать, давай. Ах ты. Блин, да ещё зацепил снарядом. Вот это пипец, конечно. Вот это, блин, испытание так испытание. Друзья, что тут было много файлов сейчас? Вперёд, выше. Офигеть. Ну, чтоб тебя подкинуло. Почему, блин, долбанный геймпад? Как же неудобно на нём это всё делать. Фу, так. Нескосок. Вперёд. Нескосок вверх. Давай, не тормози, там всё больше и больше появляется. Фух. Кажется, удалось. Ой, блин. Ну да, удалось. Ох, слава богу, что отсюда. Мне уже ничего не страшно теперь. Всюду трупы, всё в огне. Снаряды падают, разрываются. Всюду смерть. Вот так, ценой своей жизни. Помог нам этот солдат. Ну, старичок, эмиль, как всегда, конечно. Жалко, очень жалко таких людей. Отлично. Всё. Кажись, всё. И что теперь? А, понял. Понятно. Ну, надо было вначале умрять разочек, чтобы понять систему. Слушайте, как сложно, блин, под конец игры. Я так понимаю, что уже конец наступает, потому что... Карл возвращается домой. Ну, крылья, всё меньше и меньше, конечно. Так, всё, карысь, приехали. Ну, нет. Фу, слава богу, жив. Слава богу, всё в порядке. Удар был смертельным. Наступление обернулось бойней. Захлебнулось в крови. Французские пехотные части охватили мятежи. Операцию пришлось прервать. Эмиль, схваченный с другими мятежниками, теперь ждал трибунала. Собаки. Эти лучшие друзья человека несли службу наравне с солдатами. Доставка писем, спасение раненых, поиск мин. Все задания они выполняли до конца. 9 апреля 2017 года, фирма Эмилья, Сен-Виэль. Скорее же, скорее. Так, по крайней мимо с ребенком живы. Эмиль. Точнее, Карл, старина, держись. Последний. Кто-то фейлил. Ладно, неважно. Ну же, дыши. Нужно уйти в больницу его. Давай, давай, давай. Так, хорошо. Отлично. Так, медикаменты. Вот они. Вот же ящик медикаментов. У нас был только что, нет? Ну же, скорее, где? Брат, ну туда. Быстрее, 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 быстрее. Тут пуш-то. Туда. Где? Твою же мать. Да какого лешего-то? Блин, Эмиль. Держись, старина. Ты, почти, блин, Карл. Все у меня уже, все уже в башке смешалось. Из-за эмоций и переживаний. Давай, давай, родной, держись. Сейчас все будет хорошо. Здесь что у нас? Пусто. Рентгеновское оборудование. Рентгеновское излучение было открыто в конце 19 века, и вскоре ученые оснапознали опасные затирации. Рентгенетологи стали использовать свинцевые перчатки, фрукты, шлемы и очки. В военных госпиталях они целыми днями посвящивали тысячи раненых солдат. Пусто. Пусто. Твою мать. Ну же, скорее, скорее, где? Мать твою, и тут нету. Блин. Да не время собаку гладить, дура. Ищи лекарства, сраные. Где же они могут быть? Где? Оттуда мы пришли? Вот блин. Вот стоит на стуле аптечка. Неужели это не то? Какого хрена? Тут тоже аптечка есть. Я не понимаю этого. Кусок мыла. На мыле держалась солдатская гигиена. Его использовали не только для умывания, но также для стирки одежды и мытья петелков. Мыло, которое везде варили по местным рецептам, постепенно стало дефицитным товаром. В связи с нехваткой масла, используемого при обогетовлении. Замечательные факты, но я во-прежнем не знаю где. Эти, по-моему, девушки постоянно одно и то же показывают. Просто-напросто и все. Твою же ж мать. Вот, блин, пипец. Или все-таки подсказывают они мне? Я не понимаю. В ту сторону показывают. Хорошо, пошли в ту сторону. Цепь я. Да, давай ты, ну. Стеклянный шприц. Медсестры использовали шприцы для внутренних и внутримышечных инъекций. Иглы в то время не были такими острыми, как сейчас, и уколы были довольно болезненными. Однако лекарства со временем становились все более эффективными. Так, 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 скорее. Блин. Да, что, что, где? Твою мать. Что мы могли упустить? Какой-то ящик, может, еще не обыскали. Блин, ну как же так-то, а? Фух. Так, 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 так. Спокойно, главное не паниковать. Все будет окей. Здесь все уже обыскали. Блин, да твою же. Чертов лабиринт, блин. Нет. Посмотрите, еще выше. Сюда подняться. Уже были миллиардас, тут ничего нету. Хорошо, пошли в эту сторону. Внизу. В подвале, вот. Отлично. Лоток стоматолога. Профессия стоматолога-хирурга возникла еще до войны, а специфика боехранения вывела этот аспект стоматологии на первый план. На фронте зубные врачи лечили все виды ранений, в особенности травмы челюстей. Подобные лотки используются для хранения инструментов в более или менее стерильном состоянии. Бегу обратно к нему. Быстрее, быстрее, быстрее. Держись, Эмиль, держись. Держись, старина. Все будет нормально. Все будет окей. Так. Какого? Это еще не все, что ли, получается? Я же все нашел вещи. Или мне это надо было найти? Твою мать. Я думал, мне эти вещи надо найти, и все. Какого хрена тогда? Вот оно. Бегом обратно. Старина. Старина. Карл, держись. Все будет окей. Нет, твою мать. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Ниже. О, блин. Карл. Так. Отлично. Отлично, идеально. Блин. Да блин. Да твою же мать. Ааа, ну на лоту зафелись. Извини. Прости, старина. Сейчас все будет. Так, все, собрались. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Есть. Феври сложнее. Это для меня не получалось нормально сделать. Кто да. Правильно. Бал Crew. Маш. Было, Los. ТЕМО. Раз, два, четыре. athers. Этоал? Так. Какой же? Какой же? Черный able. Скай, черный trainers. В чем? Очень. Ааа. Блазите. Унт�и. Ах ты, блин. Тихо, 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 тихо. Ещё раз. Блин, офигеть. Сколько фейлов. Один взгляд сына, и Карл забыл всё. Словно не было трёх лет войны и невзгод. Смотри, что ты. Эмиль Шайон. 12 июня 17-го года. Мези, Франция. Зелёв. Я, кажется, догадываюсь, куда его уйдут. Я, кажется, догадываюсь, куда его уйдут. Это было столько счастья, что можно лишь благодарить небеса за такой подарок. Особенно за то чудо, что ты привнесла в мою жизнь. Это последнее письмо. Военный трибунал признал меня виновным в смерти офицера. Но я не хотел его убивать. Война сводит нас с ума. Хотя я и подвёл Карла, я знаю, что моя жертва была не напрасной. Я бился за свободу и свою страну. Моя честь не запятнана. Раз уж Бог решил разлучить нас на земле, я буду ждать тебя на небесах. Помолись обо мне, твой любящий отец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Голод войны все еще требовал новых жертв Ее аппетит был неутолим